Несмотря на санкции, дефицита растительного масла, мяса и хлеба в стране нет и точно не будет, утверждают в правительстве России. По оценке месельхоза, в этом году урожай зерна составит около 150 миллионов тонн. 100 миллионов из них пшеница. Невероятный объем, который в стране не получали никогда. Однако фермеры утверждают, что не все так просто. Проблемы в сельском хозяйстве имеются и решать их надо. Какие именно, мы попросили рассказать руководителя крестьянско-фермерского хозяйства «Фортуна» Альберта Узденова. Его хозяйство – одно из лучших преспублики. Здесь уже 20 лет выращивать зерновые колоссовые, сахарную свеклу, кукурузу и не только. Правильный севооборот, внесение удобрений, использование высококлассных семян, своевременная качественная обработка пашни в зоне постоянного внимания Альберта Узденова. Несколько лет назад КФХ «Фортуна» стали возделывать рапс – выгодную культуру и хороший предшественник для зерновых. Было 300 гектаров рапса. Это в республике. Никто не сеет, кроме меня. Свеклы у нас 260 гектаров, кукурузы 700 гектаров, пшеницы 780 гектаров, примерно подсолнечника немного. В структуре посевных площадей КФХ «Фортуна» лидирует озимая пшеница. Ей отведен самый большой клин почти в 900 га. Несмотря на холодную весну и прочие капризы погоды, в этом году урожая колоссовые хозяина радует. Все амбары полны золотистой пшенички. Это сорт Алексеевич. Дает хороший урожай. Урожайность 60-70 центнеров. Качество хорошее. Урожай чувствуется. В этом году нам повезло. Пшеница росла, как на поливе. Хорошие результаты дают. Отдельные поля дают и 70 центнеров, где-то 50 центнеров, где-то 60 центнеров. Но урожаем довольны. План выполнен. По пшенице план выполнен. Так что же, выходит в хозяйстве Уздинова проблем нет? Все идет как по маслу? По маслу в сельском хозяйстве не бывает. Были сложности, были трудности. Осенние посевы мы не могли заходить. До ноября месяца залило нас так, что селка не идет, каток не идет. Вынуждены были сеять аж в декабре. Я последний сев закончил в январе. К капризам небесной канцелярии аграриям не привыкать. Это не самая большая проблема, говорит Уздинова. Куда реализовать выращенный урожай? Вот в чем вопрос. И что за него заплатят? По оценке Союза экспортеров зерна, сейчас экспорт отстает даже от прошлогодних темпов на 20%. В основном у меня берут мельники наши российские мельники. Тут пою в России. Они давно со мной работают. И экспортеры берут. Экспортеры у меня покупают. Никаких проблем. А цена какая при этом? Цена, ну, надеялись, что будет лучше. Нет, цена сильно не поднялась. Хотя на все про все подняли цены на 30-40-50%, а пшеница поднялась буквально даже 10% нет. На сегодня рентабельно была пшеница, если цена была в 17-18 рублей. Вот с этими ценами солярка сегодня подорожала на 25% в течение месяца. Вот. А наоборот, на 500 рублей цена пшеницы упала. Зерновую сделку отменили. На 8,5% цены на мировом рынке подскочили. А потом спали до 4%. Отечественное аграрное производство напрямую зависит от посевного материала некоторых культур. Если семена миозимой пшеницы страна обеспечивает себя почти полностью, то по элитным семенам, той же сахарной свеклы, импорт почти 100%. По зерновым, значит, у нас элитные семена выращивает институт имени Лукьяненко, город Краснодар. Я с ними дружу, работаю. У них приобретаю семена элитные, суперэлитные семена. Это по зерновым. А кукуруза, конечно, проблематична. Я лично сею американские, европейские сорта кукурузы. По семенам сахарной свеклы у нас своих нет. Есть семена сахарной свеклы? Есть. Свои есть. Только единственное, значит, где-то у него урожайность плохая, где-то сахаристость плохая. А у меня плечо далеко возить на завод. И мне приходится сеять именно сахаристые сорта. Это штруби, немецкие семена. Причина отсутствия отечественных элитных семен – 90-е годы, когда страна практически потеряла селекционные институты. Отечественное производство во многих отраслях не выдержало конкуренции и просто исчезло. Теперь за иностранцев приходится платить дыророго. Выросла ли цена на семена по сравнению с прошлым годом? Конечно, выросла в два раза. Цена выросла в два раза. Если в прошлом году мы покупали по 8-9-10 тысяч, в этом году 17-500. И это не единственный продукт, который значительно подорожал. С августа в России снизились темпы закупки удобрений. А это может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года. В основном работаю с Фосагра, Еврахим. Удобрения тоже подорожали. Сильно подорожали удобрения. У меня вот сейчас буквально месяц тому назад спад был. А недавно, неделю тому назад, повысили цены на 25%. Это означает, что я на 25% меньше буду вносить удобрения, чем в прошлом году. К техническому парку у фермера Уздинова отношение особое. Когда-то здесь он начинал с нескольких тракторов. Сегодня в хозяйстве есть вся необходимая инфраструктура. Ток, мастерские, гараж, более 100 единиц техники, сейлки, культиваторы, дискаторы. Предмет особой гордости хозяина – современные комбайны Акрос, Лексион, пассивные комплексы Амазон и Джонгир. По оценкам сельхоза России, сегодня аграрии повсеместно испытывают дефицит сельскохозяйственной техники. В стране не хватает запчастей и узкоспециализированных машин отечественного производства. Было время, когда возможность была, я приобретал только европейскую технику. А есть у меня вот комбайны, Акросы наши российские. Ну, там тоже половина запчастей немецкие. Ну, проблем нету. Нормальный комбайн нас устраивает. Но есть у меня вот зеленый, вот сзади идет комбайн. Это уже немецкий комбайн. Старенький, но лучше свежего Акроса. Убирает без потерь. Ну, сегодня у нас запчасти очень сложно найти на эту технику. Раньше можно было и находить, и находили. Ну, а сегодня мне комбайн нужен на один месяц. Если какую-то запчасть я здесь не нашел, все. Я начинаю искать Москва, Калининград, Америка, Европа. И мне оттуда доставляют запчасть. Я жду, могу ждать неделями. Я уже вынужден переходить на китайскую технику. Вот на сегодняшний день два трактора я взял китайские. Вот. Ну, неплохо себя показывает. Все нормально. Работает, да? Работает хорошо. Меня устраивает. Механизаторов устраивает. В 2023 году господдержка АПК со стороны государства была увеличена и составила почти 446 миллиардов рублей. Эти средства пошли на выполнение трех госпрограмм, в том числе субсидирование малых форм хозяйствования. Главная цель – решение вопросов по импортозамещению и комплексному развитию АПК. Без поддержки государства мы бы не выжили, признается фермер. Субсидии, значит, нам, субсидии дает Министерство сельского хозяйства, выделяет пошлина на пшеницу, да? Вот они нам субсидируют его 2 рубля на килограмм от круженной пшеницы, допустим. Ячменя 2 рубля. По гектарной субсидии дают нам. Ну, там, конечно, кот наплакал, но все равно что-то дают. У меня кредитная линия, в Россельхозбанке, в Россельхозбанке у меня счет, кредитная линия есть. До 30 миллионов, когда мне надо, они выделяют, дают. По 5% годовых. Вот, когда захочу, тогда и гашу, погашаю задолженность. Земледили – это всегда зона особого риска. Паводки, град, засуха наносят огромный ущерб. А страховые компании, возмещать его даже тем, кто застраховался, не торопятся. Но, кто не рискует, тот фермер, смеется узденно. Тяжело? Ну, тяжело, конечно. Ну, я-то уже более-менее состоялся. У меня есть где хранить, есть с кем работать. А новичкам очень тяжело. Вот, кто начал заниматься, вот некоторые уже сдались и земли уже передают другим фермерам. То есть, тяжело им, понимаете? Если склада нет, то сегодня с колес продавать пшеницу – это самоубийство. А если у тебя есть склад, там уже легче. Не будете сдаваться? Никак. Мы состоялись уже. Мы состоялись. Будем идти вперед только.